1895 год, Лондон. Дождливо, ветренно, осень. От лондонской погоды мне скулы сводят, буквально, невралгия лицевого нерва. При том, что я всегда имел прекрасное здоровье, и мне всего-то 24. Боль дикая. Врач говорит, что это от перемены климата. Мазь прописал, но ничего не помогает. Вот только когда гуляю, отпускает немного. В столицу я прибыл недавно, из-за очень далекой провинции. По сути, я человек с обратной стороны Земли. Самый, что ни на есть, реальный антипод с антиподовых островов. Они находятся как раз под Гвинвичем, в диаметрально противоположной ему точке земного шара, в Новой Зеландии. Так, вроде бы получше стало. Пожалуй, можно и в паб зайти. Общай-то смех и голос. Плетью по спине. Оборачиваюсь. Кто это сказал? Непонятно. Все сосредоточенно жуют и цедят пиво. Киви. Это про меня. Услышали акцент. Киви так дразнит нас, новозеландцев. Киви наша птица. Большая, но не летающая. Черт. Опять скулу свело. Снова наматываю мили. Ползу букашкой между громадами домов. Там, на обратной стороне Земли, дома, я, кажется, был больше. Меня звали Надежда и гордостью нашего колледжа. Уже на третьем курсе я стал руководить студенческим научным обществом. Но это был кипящий котел споров, идеи самых смелых, безумных. Мы с легкостью не спровергали фундаментальные законы мироздания. Ломали классические схемы и представления об основах материи. Тут же создавали свои. Воинствующий дилетантизм. Чума необузданных спекуляций. Так заклеймил наш творческий угар один маститый профессор. Но мы не обиделись, ведь все мы считали друг друга гениями. А гением великодушие к лицу. Из этого Тулгара и родилось мое изобретение. Детектор электромагнитных излучений. Он открывает возможность связи на неограниченные расстояния. За это я получил специальный грант ее величества. И меня направили в метрополию, в Кембридж, для дальнейшей научной работы. Честь величайшая, редчайшая удача. Но в Кембридже свои правила. Будь ты хоть трижды гений и королевский стипендиат, тебя и на порог не пустят, если не посчитают нужным. Я уже давно написал в Кембридж письмо. Ответа нет пока. Вот и моя гостиница. Ну сколько еще мерить мне шагами комнату? Скулить от боли и ждать, ждать, ждать! Портье протягивает конверт. Кембриджский воздух определенно идет мне на пользу. Невралгия проходит. Да и некогда мне о ней думать. Представьте, у меня есть своя лаборатория. Работаю в ней один. Однако часто слышу под дверью обидно наглые смешки коллег. Нет, нет, это слово кибит доносится. Тогда я открываю дверь и очень-очень вежливо прошу их войти. Подробно рассказываю о затруднениях, с которыми сталкиваюсь в процессе изыскания и говорю, что был бы крайне признателенным за любую помощь. И очень скоро заскорузлый кембриджский пафос сходит с них совершенно, потому что они, черт возьми, вдруг понимают, что не имеют ни малейшего представления не только о предмете моих исследований, но, может, и о физике вообще. Пройдет 36 лет. 1932 год назовут Годом Чудес. Знаменитая Кавендишевская лаборатория Кембриджа, шефом которой, я имею счастье быть, прогремит на весь мир. Это будет год величайших открытий в области атомной физики, прозрений в глубинную суть материи. Мы расщепили атом. Задали точку отсчета новой эры. А сколько великолепных умов, бунтарей, неспровергателей, схем, догм, столпов новой физики вышло из этих стен. Смею уверить, каша в этом котле была заварена весьма круто. А шефом этого гениально-творческого безобразия был человек с обратной стороны земли. Вежливый и бешеный антипод. Киви. Ваш покорный слуга. Эрнест Резерфорд. Легенды мировой науки. Отец ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии.